Здравствуйте! Вы смотрите Губернские новости в студии Элины Речкина. Коротко о главном Воронеже области. Как только в столице Черноземья начался отопительный сезон, в каждом районе заработали горячие телефонные линии, по которым горожане могут задать вопросы о теплоснабжении своих домов. Напомню, накануне тепло дали пока в 40% воронежских многоэтажек. В одном только советском районе, к слову, едва ли не самом крупном в городском округе, 900 с лишним домов. И, мягко говоря, не везде ситуация с отопительной системой безупречна. Здесь капитально отремонтированы только 13% жилфонда, поэтому вопросы у жильцов неминуемо будут возникать, говорят в Управе Советского района. Все обращения по горячей линии здесь должным образом оформляют и заносят в специальный журнал. И уже после передают заявки в управляющие компании для оперативного устранения. Стоит отметить, что на территории Советского района больше 80 социальных объектов. Это поликлиники, школы, больницы, четыре десятка детских садов. Как отметили в Управе, все они подключаются к теплу в первую очередь. И пока без каких-либо существенных нареканий. Напомню, телефоны горячей линии, которые можно найти на сайте городской администрации, работают в районных управах по будням с 9 до 18. Отопительный сезон, самый старт, он обычно у нас длится 10-12 дней. Самая пока пиковая ситуация, нагрузка идет на сети. Возникают проблемы, такие как утечки в квартирах, на розливе системы теплооснабжения в жилых домах. Ну и есть по вине тепловиков, текут у них там трассы, участки какие-то. Вот мы все работаем в одной связке, в одной команде. На горячей линии у нас сотрудник. Также у нас чаты работают теперь в телефонах. То есть мы видим, какие утечки, какие дома отключены, какие запустили. Где у нас приехала техника, ведутся земляные работы, тоже дома отключены. То есть мы работаем в общей команде, потому что по-другому у нас ЖКХ не бывает. Пробить бетон попсы шоу-бизнеса патриотической песней. Такую задачу поставил перед собой создатель проекта «Родники» народный артист России Олег Газманов. О том, как он собирается продвигать национальную песню, Газманов рассказал на встрече с губернатором Александром Гусевым. По словам Ясаула в Сея-Руси, проект зародился два года назад. Его цель – выявить пока еще никому неизвестных авторов и исполнителей и помочь им выйти на большую сцену. Среди участников «Родников» есть и воронежцы. Это многодетная семья Рыбачевых из Новоусманского района, которая со своей авторской песней «Счастливчик» одержала победу во всероссийском конкурсе «Вместе» и удостоилась личной встречи с президентом. В этом году продюсерская группа Олега Газманова запустила также новый проект для юных артистов «Родники ЛАП». Он признан поддержать детские и творческие коллективы в возрасте от 7 до 17 лет. Кастинги уже прошли в трех регионах страны – Республики Чувашия, Томской и Воронежской области. В столице Черноземья в отборе приняли участие 10 коллективов. Три из них попали в финал и выступят на итоговом концерте в Чебоксарах. Александр Гусев предложил Олегу Газманову в качестве площадки для финала следующего года рассмотреть Воронеж. Благо, что все условия, чтобы принять песенный проект всероссийского уровня в столице Черноземья есть. Пусть и малая, но такая роскошная родина. Региональное правительство подвело итоги ежегодного конкурса «Самое красивое село Воронежской области». Критерии для участия довольно обширные. Конкурсная комиссия оценивала сельские достопримечательности, особенности застройки, оригинальность озеленения и многое другое. В том числе и то, как местное население заботится о благоустройстве своего края. По результатам нескольких этапов голосования, лучшим из лучших признано село Затон Воробьевского района. В чем его изюминка, узнал наш корреспондент Евгений Жакот. Вокруг меня невероятно выразительный храм, постоялый двор, мельница и даже дом мельника. Все либо полностью сделано из дерева, либо стилизовано под него, благодаря чему здесь создается просто невероятный деревенский антураж. Концентрация красоты в глаза бросается сразу. Оно и понятно, ведь мы находимся в селе Затон, самым красивом Воронежской области. Такое звание Затон получил впервые за все годы участия в областном конкурсе. А стартовал он еще в 2016. На этот раз в борьбу за звание самого красивого вступили 82 населенных пункта. Сначала путем интернет-голосования это количество сократили до 20, потом до 7 финалистов. И так пока не выявили абсолютного лидера. Каждое село выставляет самое интересное, что у них есть. Благоустройство, озеленение, исторические объекты. Изюмин посел представляет на конкурсе. А изюминок в Затоне не счесть. Например, это выразительное здание «Местный клуб». Сейчас сложно поверить, что еще несколько лет назад здесь была полуразрушенная столовая. С помощью меценатов здание удалось реконструировать. Причем новое пространство используют не только для творчества, но и для помощи нашим воинам на специальной военной операции. Работает клуб, как и везде. У нас прекрасный коллектив «Селяночка». Это взрослый коллектив. Затем у нас дети ходят. Дети с удовольствием ходят, занимаются. Поем. Концерты у нас проходят. Особая гордость местных жителей – это музеи. В центре Затона их сразу несколько. Например, вот этот резной теремок – хижина мельника. Внутри воссоздан интерьер, как в домах зажиточных крестьянских семей начала прошлого века. Буквально по соседству сама мельница – ветряная и с зерном. Ну и, конечно, настоящая местная жемчужина – музей сельского быта «Русская усадьба». Если вот пройтись, наверное, ни одной точки, которая здесь есть, нельзя сказать, что это неинтересно. Здесь все интересно. Здесь за час, за два все, чтобы изучить, времени не хватит. Время для посещения этого музея действительно нужно планировать с запасом. Помимо сельского быта, внутри встречаются залы, посвященные природе или даже советскому прошлому. Например, школьный класс эпохи 60-х. Однако тут есть и более наглядная машина времени во всех смыслах этого слова. Наверное, меньше всего в Затоне ожидаешь увидеть выставку ретро-автомобилей. Но она здесь есть. Да причем необычных. Например, прямо сейчас я сижу в машине Зим-12. Для сравнения, на таком в свое время ездило правительство. Ну да, губа у меня не дура. А самое интересное, что каждый из этих автомобилей на ходу и может в любой момент выехать бороздить дороги в Воронежской области. Победа, довоенная М-ка, роскошный лимузин «Чайка», «Волга» с оленем на капоте. Список раритетов можно продолжать очень долго. Это я еще молчу про второй зал с ретро-мотоциклами. На дорогах столь пожилых железных коней уже почти не встретить. Именно поэтому некоторые туристы приезжают сюда специально, чтобы полюбоваться автопарком. Затонцы не скрывают, такое место притяжения им тоже очень нравится. Но при этом продолжают преображать свое село. Говорят, красоты много. Не бывает. Наш ТОС достаточно активный. Мы с момента его реализации уже основали 8 проектов успешно. На данный момент реализуются у нас 9 проекты. Это обустройство места отдыха у воды. Да-да, вы не ослышались. Пруд в самом центре села. Готов он будет в следующем году. Но местные рыбаки, кажется, уже начали отмечать это событие. Впрочем, не только они. Ведь село стремительно развивается день ото дня. Причем, обе всяких конкурсов. Конечно, титул самого красивого не может не радовать. Но для самих затонцев главная прелесть кроется совершенно в другом. Для них это просто родное село. И поэтому – любимое. О том, какие еще красоты таит в себе Воробьевское село Затон, можно прочитать в свежем номере газеты «Коммуна», который вышел сегодня, 16 октября. Спрашивайте «Коммуну» в киосках города и выписывайте газету на первое полугодие 2025-го. Педагоги для пионеров нашего времени на рамонской турбазе «Лесная сказка. Слет звездный» собрались руководители и координаторы первичных отделений движения первых из разных уголков Воронежской области. Продлится экспедиция пять дней. В программе лекции, семинары, мастер-классы проводят их сразу на четырех площадках. Одни наставники рассказывают, как бороться с личностным выгоранием или разъясняют принципы работы продуктивного коллектива. Другие учат современным методам ведения социальных сетей и даже грамотной речи. В работе активистов движения первых все эти навыки крайне необходимы, признаются участники «Слета». Ведь в своей профессиональной деятельности они ежедневно сталкиваются с разными трудностями, а инструкции по их преодолению сильно повышают эффективность труда. У нас участники получают действительно практикоориентированные инструменты, поэтому у нас специалисты не только учатся, но еще и проводят сами мастер-классы. Также они участвуют в играх на местности, они погружены в долгосрочную легенду. И в целом вся атмосфера, которая у нас царит на «Звездном», она позволяет почувствовать, что чувствуют сами дети, и попробовать это потом переложить на свою работу. Мне безумно понравилась лекция про бренд первичного отделения. Мне понравилось ораторское искусство. Нам рассказали, как правильно дышать, как звуки произносить. Было очень интересно на самом деле. Так как я являюсь руководителем первичного отделения, мне нужно ввести страницу нашего отделения ВКонтакте. Нам рассказали, как правильно писать статьи, как их оформлять. Типичные ошибки, которые не стоит нам совершать. Профилактика, залог здоровья – об этом горожанам вновь напомнили воронежские медики. Тематическая акция от регионального Минздрава, областного центра медицинской профилактики и общественного здоровья при участии специалистов Центра здоровья Первой городской поликлиники прошла в парке «Орленок». Приурочили ее ко дню борьбы против рака молочной железы, учрежденного в 1993 году. Тема остается актуальной и сегодня. К примеру, только на территории нашего региона ежегодно выявляют порядка полутора тысяч новых случаев этого вида онкологии. При этом врачи подчеркивают, касается это не только женщин, но и мужчин. Поэтому именно своевременная диагностика болезни может спасти жизнь. О чем еще рассказали участники профилактической акции в «Орленке», знает наша съемочная группа. Узнать индекс массы тела, уровень глюкозы в крови, пройти обследование на кардиовизоре – приборе, который диагностирует изменения в работе сердца. Все это и многое другое предложили посетителям парка «Орленок» в рамках акции «Профилактика. Залог здоровья». Одними из первых прохожих пациентов стали студенты вуза по соседству медуниверситета имени Бурденко. Эта молодежь уже знает о пользе своевременной диагностики. Я считаю, что для каждого человека, не только для студента-медика, необходимо проходить спонсоризацию ежегодную. Вот я проходила ее в августе. Я считаю, что каждый год необходимо приходить к гинекологу, чтобы он проверял не только гинекологические проблемы, но и молочные железы тоже. Сегодня я узнал новое для себя. Я узнал, что ежегодное обследование необходимо проходить и мужчинам. Это тоже важно, то есть не только для женщин. А вообще обследования, диспонсоризации, они важны для нас всех. Мы должны быть людьми с активной социальной позиции. Мы должны заботиться о своем здоровье и тем самым делать лучше для нашей страны. Если бы все берегли здоровье с молоду, говорят врачи, у них было бы гораздо меньше пациентов. Лечить недуги гораздо сложнее, чем предупреждать. Между тем, многие обращаются за помощью, хотя все условия для ранней диагностики, даже самых сложных болезней в медучреждениях города и области есть. Хочу сказать, что это безумно актуальнейшая тема. Не только сейчас говорить это как главный внештатный специалист по медицинской профилактике, а я знаю это еще с общественной деятельности, так как являюсь председателем Всероссийского движения «Матери России» на территории Воронежской области. И очень много всегда уделяло внимание женщинам обследованию, именно скрининговому обследованию женщин с раком молочной железы. И хочу сказать, что если вовремя данное заболевание мы можем каким-то образом выявить, то практически в 90% случаев оно излечимо. Это зависит от возраста женщины. Вот если 39 лет и старше, то нужно обязательно хотя бы один раз в два года делать маммографию. До 39 лет нужно обязательно, особенно если женщина находится в группе риска. А что это значит группа риска? Это если у ближайших родственников, или у бабушки, или у мамы, у кого-то был рак молочной железы. К сожалению, огромное это заболевание имеет такую наследственность. Поэтому если у кого-то был рак, то обязательно нужно уже с более ранних даже сроки приходить к маммологам и обследовать свои молочные железы. Акция уже традиционная. Проходит она при поддержке регионального Минздрава и областного центра медицинской профилактики общественного здоровья. И призвана достучаться до каждого взрослого и ответственного за себя человека. Кстати, независимо от пола. Тот же рак молочной железы встречается и у мужчин, пусть их гораздо реже. И чтобы сохранить здоровье и жизнь, нужно обращаться к врачу гораздо раньше, чем где-то заболит. А для профилактики диспансеризацию можно пройти в своей поликлинике. Быстро и абсолютно бесплатно. Охра, мел, песок, известняк, глина, в том числе и огнеупорная. Все эти полезные природные ископаемые добываются на Воронежской земле. Здесь же, в столице Черноземья, начался форум недропользователей Центрального федерального округа. Третий по счету. В нем приняли участие представители из 23 регионов, в том числе и новых субъектов Российской Федерации. Амбассадорам недродобывающих компаний совместно с чиновниками на протяжении трех дней предстоит обсудить актуальные для отрасли вопросы, которых накопилось немало. На форуме большей частью будут обсуждаться вопросы о лицензировании нормативно-правовых актов, регулировании сферы управления фондом недр. Конечно, уже будут конкретные вопросы, касаемые недропользования и конкретных месторождений и Воронежской области, и других месторождений всего Центрального федерального округа, а также вопросы по объектам, по новым территориям, вернувшимся, и по другим участкам и регионам России. В мае этого года на встрече губернатора Воронежской области Александра Гусева с руководителем Роснедр Евгением Петровым родилась идея провести масштабный форум в столице Черноземья. Такое предложение возникло не случайно. Воронежская область – одна из богатейших в Центральном федеральном округе по разнообразию и запасам полезных ископаемых. К тому же участники форума смогут посетить добывающие предприятия региона. Была так организована вся выездная часть, что на конкретных примерах наших предприятий, воронежских предприятий, будут показаны те или иные формы как и добычи, так и реализации всей продукции, которую у нас на территории Воронежской области есть. По поручению губернатора выпущен на сегодняшний день атлас, чем мы обладаем на территории области в каждом районе и то, над чем нам еще сегодня надо дальше работать. Они стоят на страже качества и конкурентоспособности. Региональный центр стандартизации и метрологии наградил своих партнеров и лучших сотрудников. Значение этой службы трудно переоценить. Свои стандарты есть в каждой сфере деятельности в любой структуре, от железнодорожной до космической. И их соблюдение сказывается на темпах развития и уровне производства. Всемирный день стандартов здесь отмечают ежегодно, а в этот раз есть еще один повод для торжества. У Воронежского центра стандартизации и метрологии вековой юбилей. Так, к столетию организации почетной грамоты из рук директора Юрия Дорошенко получили больше дюжины человек. Особое внимание уделено в сфере образования, были отмечены заслуги руководителей и специалистов вузов и техникумов, с которыми у центра общие интересы в развитии метрологического кластера Росстандарта. Знак отличия почетный наставник Воронежской области вручили ведущему инженеру центра Александру Щербакову. Для нас это признание заслуг. Такое бывает раз в год. И пропустить это никак невозможно. Без стандартизации вообще жить невозможно. Где бы мы ни были, мы видим вокруг машины, оборудование, предметы, изготовленные по стандарту. И это способствует товарообороту. Стандартизация, в принципе, это очень важное направление. И в этом году мы увеличили набор студентов. То есть это сейчас востребовано. И объединив наши научные школы, материальные базы с институтами, с центром, мы будем готовить специалистов еще лучше. Чувство, что все пройдут через все преграды. На сцене Воронежской филармонии показали премьеру музыкальной фантасмагории «Арфей и Евредика. Песнь любви». Зрители увидели абсолютно новое прочтение древнегреческого мифа. Что из этого получилось и какой интерактив подготовили для посетителей в фойе перед началом постановки, узнала Мария Сивак. В этот вечер буквально вся Воронежская филармония переместилась в Грецию. Зрители едят виноград, слушают арфу и даже танцуют с сертаки. Артисты театра оперы и балета с радостью приняли приглашение филармонии провести необычный мастер-класс. Танец с сертаки ошибочно считают греческим национальным фольклором. Но на самом деле он был поставлен к фильму «Грек Зорба» греческим композитором в 1964 году. И после премьеры фильма он настолько всем понравился, что его повсеместно начали считать как будто национальным греческим танцем. Всего несколько минут и почти все зрители закружились в танце. Эмоции непередаваемы. Оно и видно невооруженным глазом. Улыбки еще долго не сходят с лиц. Я просто в Греции была, тоже пробовала там танцевать в сертаки. А когда услышала, что сейчас в сертаки будут танцевать, то я говорю, пойдем, пойдем. Там ты хуже танцевала. Говорю, пойдем, пойдем. Здесь-то на родной земле. Лучшего международного дня музыки еще не было. Филармония – молодец. Филармония рулит. Танцы и пение. Прямо действительно, прям вот как-то додрожив сердце было такое, что действительно в этой эпохе мы оказались. Как будто мы на мгновение стали какими-то греческими богинями. И это только начало. Впереди просмотр постановки «Орфей» и «Эвредика» с абсолютно новым прочтением древнегреческого мифа. По задумке режиссера, главные герои живут в 21 веке. Поэтому никаких венков, длинных плащей и сандалий. Чем проще диалоги и чем больше они приближены к реальности, тем лучше. В самом начале, когда раздали сценарий, текст, был какой-то слом в голове, потому что, ну, вроде это греческий миф, ты сразу представляешь себя какой-то греческой богиней. А тут вдруг нет, ты обычная современная девчонка, ты должна говорить современным языком, вести себя просто, не держаться как-то особенно. Да, пришлось немножко сломаться. Но когда режиссер донес нам свою мысль, основную мысль, тогда уже стало просто. Я очень хочу, чтобы молодежь интересовалась искусством. И мне кажется, что если говорить современным языком с ними, да, о каких-то более сложных вещах и внедрять туда сложную музыку в том числе, то это будет более понятно молодежи и больше заинтересует. А музыка здесь как отдельный герой. Она такая же разная, как и артисты постановки. Поэтому режиссер решила разбавить репертуар древнегреческих композиций современными. Например, актеры исполнили кавер на песню Леонида Агутина. И следом на сцене играют саундтреки из известных фильмов и сериалов в исполнении камерного ансамбля «Эндчембер» малого состава Воронежского академического симфонического оркестра. Постановка необычна еще и тем, что в качестве актеров задействовали даже самих музыкантов. Участвовали в спектакле в качестве массовки. Мы были задействованы в сцене свадьбы. Мы открывали, собственно, некоторые наши актеры даже в начале спектакля имели реплики свои. Поэтому для нас это первый новый опыт. Надеюсь, что все хорошо получилось. Концовку древнегреческого мифа режиссер сознательно переделала. Так что вместо трагического финала «Эвредики» и возвращения девушки в царство мертвых, зрители увидели настоящий хэппи-энд – торжество любви и музыки. Уникальный футбольный ретро-матч прошел накануне в столице Черноземья. В гости к ветеранам «Факела» приехали легенды сборных СССР и России. На поле стадиона «Факела» оказались игроки, которые не нуждаются в особом представлении, по крайней мере, для старшего поколения. Да, быть может, футболисты с сединами не показывали высокие скорости, но мастерство никуда не делось, и глаза у них горели так же ярко, как и несколько десятков лет назад. Играли футболисты на радость себе и почти шести тысячам собравшимся на трибунах болельщикам. Уже в первом тайме в воротах команд побывало пять мячей. Первый удар в сторону ворот нанес главная звезда «Факела» Валерий Шмаров, а первый удар в створ на счету Виталия Сафронова. Гол хозяев назревал, и на шестой минуте воронежцы вышли вперед. Мяч в ворота легендарного Рената Досаева отправил Даниил Гриднев. Ответ гостей последовал на 13-й минуте, счет сравнял Сергей Киряков. Чуть позже классный удар нанес Андрей Коряка после паса от Юрия Жиркова. И счет стал 2-1 в пользу сборной. Естественно, всем хотелось продолжение голевого пиршества, и футболисты радовали болельщиков дальше. На 25-й минуте паритет снова был восстановлен. Досаева оставил неудел Виталий Сафронов. Ну а красивую точку в первом тайме поставил Александр Самедов. Причем в этой встрече он играл не за «Факел», а против него. На старте второго тайма «Огнеопасных» огорчил экс-спартаковец Никита Баженов. А на 41-й минуте по трибунам прокатились бурные аплодисменты, поскольку на поле появился нынешний тренер «Огнеопасных» Дмитрий Пятибратов. Он остался в этом поединке без гола, зато бронзовый призер чемпионата Европы Юрий Жирков блеснул снайперскими способностями в середине второго тайма. Он поразил ворота «Факела» после скидки головой от Максима Ромащенко. Ну а точку в игре поставил Никита Баженов с таким вот теннисным счетом 6-2. Матч и закончился, хотя на поле «Факела» в этот вечер точно не было ни победителей, ни проигравших. Мы достигли того, чего футбол должен достигать в каждой игре. Все уходят с улыбками, все уходят добрыми, что ли, и чуть-чуть подчеркнувшие энергию друг от друга. «Факел» начал первые минуты очень здорово, так что пришлось побегать. Но в итоге, наверное, сказалось немного мастерства. И на сегодня это вся. Основная информация и оперативные новости есть на нашем интернет-канале ТВ «Губерния». Будьте в курсе события. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова